Праздник праздников Праздник праздников Праздник праздников Праздник праздников Но, подойдя к пещере, они увидели, что камень отвален. На пустующем гробе Иисуса их ждал лучезарный ангел, который и возвестил о чудесном воскрешении Христа. В честь этого события в ночь с субботы на воскресенье всегда проводится торжественная церковная служба, кульминацией которой является торжественный момент в предутренние часы, когда Иисус вознесся на небеса, обретя бессмертие. В советский период, когда все верования, в том числе христианские традиции, намеренно игнорировались, уничтожались храмы и святыни. Главной государственной политикой стал атеизм. Многое было забыто и теперь возрождается, отчего и понимание праздника, его духовного значения, переосмысливается. Так сложилось, что большинство наших телезрителей – это люди с постсоветского пространства, ну или которые уже после 90-х годов, которые вообще не знают, что такое постсоветское пространство. Для них слово «праздник» ассоциируется А – с бездельем, Б – с хорошим столом и С – с алкоголем. Вот все это на Пасху делать нельзя. Четвертое еще праздник, это еще и такое казахстанское, но не только казахстанская традиция – гостей собирать в такой праздничный стол, то и устраивать. Этого тоже делать не надо. Если вы это не сделаете, поверьте мне, праздник все равно будет праздником. Да. А праздник – это когда А – на душе тепло, Б – когда мы ни на кого не злимся и всем даже нашим врагам простили, С – когда мы за наших врагов молимся, и самое главное – думаем не только о себе, как нам хорошо покушать, но и о наших ближних. Вот. Вот что такое праздник. И самое главное в праздник – это все-таки молитва к Богу. Даже когда мы молитв не знаем от души, своими словами, по благодати Бога, что мы все-таки еще живы. С начала христианского летоисчисления и до наших дней празднование Пасхи практически не изменилось. Накануне Святого Воскресения в субботу в Иерусалиме верующие молятся о схождении благодатного огня. Уже много веков благодатный огонь является одним из главных пасхальных символов. В ночь субботы на воскресенье во всех православных храмах проходит крестный ход и торжественное богослужение, после которых освящают куличи, Пасхи, крашеные яйца и другую снеть, приготовленную для праздничного стола. Верующие дарят друг другу крашенки как символ воскресения и вечной жизни, которая способна победить смерть. 2020 год стал в этой истории исключением. Самые суровые коррективы внесла пандемия коронавируса, которая изменила образ жизни людей на всей планете. И религиозные праздники в этих условиях вынужденно проходят на удаление. В эти светлые праздничные дни, пасхальные, у нас служба будет проходить в закрытом режиме. Служба будет, но без прихожан. Вот я хочу, я всех призываю воздержаться от посещения храма, но постараться молиться дома. Пускай с праздником Пасхи Господней, вот, милость Божия, тепло и теплая сердечная молитва у вас будет в доме. Церковь призывает прислушаться к рекомендациям и установленным правилам в период карантина. Раз уж выпало такое испытание людям, надо вынести его достойно. А к особо отчаянным хочу обратить следующее. Вот у нас каждый день карантин, карантин, отключишь телевизор, вот, лучше не включай, в интернет вообще лучше не входить, да. Это прям карантин напугает. И мы вот думаем, что мы, наверное, кроме этого COVID-19 болезней нету никаких. Оказывается, есть гипертоники. Оказывается, есть люди, у которых есть сахарный диабет. Есть люди, которые болеют раком. У кого инфаркт, у кого инсульт, и они тоже умирают. Вот, мы же про них забыли. Забыли совсем. И мы своим непослушанием от того, что не соблюдаем эти строгие режимы, делаем хуже этим людям, потому что на них уже врачей не хватает. И вот, если вы останетесь дома, хотя мне это тяжело говорить на Пасху, вы спасете жизнь не только от коронавируса, но и жизнь людей, у которых инсульт, инфаркт. Потому что лишний час внимания врачей достанется им. Пустые залы храмов не означают, что верующим запрещено здесь появляться. Двери церкви остаются открытыми. Но, оберегая людей от опасности заражения, священнослужители просят прихожан молиться дома. Это не отвратит их от веры и не будет отступлением от ритуала. Сегодня каждому из нас надо совершить маленький подвиг. Не думать только о себе, но и о ближнем, а о тех людях, которые находятся вокруг нас. Подготовка к Пасхе дома проходит по всем традициям. В этот день принято накрывать особый, праздничный стол. Главным блюдом выступает сдобный кулич, который некоторые называют Паской. Наши предки Паской называли совсем другое блюдо. Для его приготовления использовали много куриных яиц и отборный творог. Паска имела форму пирамиды, символизирующей гору Голгофу, где похоронили Иисуса Христа. Поедание Пасхи было символом победы Христа над смертью. Куличи принято нести в церковь в плетеных корзинках, из лозы или другого материала. В некоторых приходах Пасхи освящают вечером в субботу, в других уже в воскресенье. Отдельная традиция украшения корзинок. Сейчас к нам пришло много западных атрибутов, ранее несвойственных православной церкви. К таким символам стоит отнести кроликов, желтые цветы, кондитерские изделия, выполненные в форме сердца. Еще одна светлая пасхальная традиция – благовест. Звон колоколов разносит по всему миру благую весть о Христовом Воскресении. В течение семи дней после Пасхи всю так называемую пасхальную седмицу любой верующий может позвонить в церковный колокол в честь великого чудо Воскресения и торжества жизни над смертью. Какими бы ни были испытания, они проходят, но память о них остается. Об этом напомнил прихожанам и глава Казахстанской православной епархии, митрополит Астанайский и казахстанский Александр. На долю наших предков нередко выпадали разнообразные испытания, в том числе и губительные эпидемии, уносившие десятки, сотни и даже миллионы людей, человеческих жизней. Во все времена верующие люди воспринимали случившуюся беду как повод принести покаяние, исправить жизнь по заповедям, утвердиться на путях правды, благочестия и милосердия. В эти дни из-за необходимых карантинных мер временно ограничен доступ в храмы. Мы лишены возможности, как всегда, посещать горячо любимое нами великопостное богослужение. Но пусть большим утешением для каждого верующего сердца станет осознание того, что даже при закрытых дверях в наших храмах продолжается, подчеркну, продолжается совершение самой главной службы Святой Евхаристии. Не прекращается принесение бескровной жертвы за жизнь мира. Архипастыри и священнослужители перед престолом Божьим молятся за благополучие родного Казахстана и скорейшее избавление нашей страны и всего человечества от моровой язвы. В условиях карантина и самоизоляции по-иному должно пройти и другое важное событие после пасхальных дней – поминовение предков, родительский день. Помимо Пасхи у православных есть традиция – радонец, посещение кладбища и мест, где наши усопшие похоронены. Это на вторую неделю после Пасхи, во вторник, могилы к посещению. Как правило, на могилках там усопшие наши мамы, папы, близкие. У кого-то живы, дай Бог ему здоровья, пусть живут еще дольше, но, как правило, мои напрямую умерли уже все. Я вот вспоминаю свою маму, когда мне было 16 лет. И вот я вечером собрался гулять, идти куда-то, не знаю, в кинотеатр на вечерний сеанс. И она говорит, сынок, не ходи, вечером не надо по городу ходить, это опасно. Ну, у нас юношество, все, мы ходили, да. Вот поверьте, ваши родственники, которые на кладбище покоятся, понимают, что в эти страшные времена на кладбище идти опасно. Для вас прежде всего. Не делайте плохо усопшим, послушайте их голос. Останьтесь дома, помяните их дома, там, чем вам Бог послал. Поделитесь этим помином с кем-то. Это будет самое лучшее и самое хорошее, что мы сможем сделать для наших усопших родственников. А когда все это закончится, вечного ничего нет. Как циатрискал, все проходит, да, и это пройдет. А вот мы сможем и навести на кладбище порядок, и покрасить оградки, и отслужить панихидки. Все это можно будет, конечно, сделать. В молитве обо всех людях, тех, кто болен и тех, кто бьется с болезнью, о медиках, военных, волонтерах, обо всех, кто выполняет свой долг, и о тех, кто вынужден находиться на карантине, отказываться от привычного образа жизни, церковь молится и призывает к терпению и мужеству. Христос воскресе, воистину воскресе, слова победы над смертью. Я думаю, в эти дни смерть, эта язва от нас и отступит. И главное, не отчаивайтесь, не унывайте. Помните, это смертные грехи. И на праздник, на праздник Пасхи предаваться таким грехам, как уныние, отчаяние, это вдвойне грешно. Наберитесь немножко терпения, чуть-чуть мужества. Знаете, вот как для хорошего обеда, да, вот всегда специи нужны. Так и для хорошего праздника. Терпение, мужество, уберите гнев. И на домашней любви, которая у каждого из нас дома в очаге, давайте приготовим настоящую Пасху Христову. То есть свое сердце полной любви отдадим Богу. Великий праздник Пасхи призван дать людям веру и надежду на то, что вслед за всяким испытанием, которое выдержано достойно, приходит радость и понимание вечности жизни и ее главных ценностей – доброты и любви. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова